И открывает нашу подборку удобный шаблон для сверления. Этот шаблон является копией шаблона от компании Крэк. Китайцы качественно его скопировали и теперь можно дешевле приобрести качественную копию. С помощью данного шаблона можно быстро и легко засверлить отверстия под петли. Он сильно облегчает работу при сборке мебели. Благодаря этому приспособлению сверло не уведет в сторону, а отверстия получаются ровные и без смещений. С помощью регулировочных переключателей можно регулировать величину отступа. Шаблон помещается вдоль заготовки, а при помощи струбцины его можно зафиксировать перед сверлением. Шаблон выполнен из качественных материалов. В комплекте идет специальное сверло под петли диаметром 35 мм, маленькие сверло под саморезы, ограничитель глубины и шайба для регулировки отступа. Все это удобно крепится в спецпазах на самом шаблоне. Насадка-заклепочник – это универсальный адаптер, который позволяет использовать любой сверлильный инструмент для установки вытяжных заклепок. Насадка работает со всеми типами сверлильного инструмента – дрель, шуруповерт или перфоратор, при наличии быстрозажимного патрона и функции реверса. Устанавливать заклепки при помощи заклепочника так же просто и удобно, как при помощи дорогого профессионального инструмента, но гораздо проще и быстрее, чем при помощи ручного заклепочника. Насадка-заклепочник в разы увеличивает скорость работы и повышает производительность. На установку одной заклепки уходит всего лишь полторы секунды, и при этом оператору не нужно прикладывать никаких физических усилий. Насадка для резки листового металла. Этот девайс позволит вам совершать фигурную резку листов толщиной до 2 мм, в зависимости от материала. Насадка подходит под электроинструмент с частотой вращения от 1500 до 3000 оборотов в минуту. Просто одеваете и режете, ничего сложного. Лайфхак из опыта использования. Металлическую стружку лучше сразу собирать магнитом, потому что ее будет много и при том сама стружка с острыми краями. Приставка-насадка на дремень для заточки газонокосилки и не только. Отличается многофункциональностью, так как может затачивать различные садовые инструменты. Модель оснащена направляющей, которая гарантирует идеальный угол заточки. При соединении насадки к инструменту не занимает много времени. Комплектующий элемент выполняет быструю и качественную заточку ножей газонокосилки. К особенности приставки следует отнести наличие шлифовального камня из оксида алюминия. Набор кругов для полировки авто. Это оптимальный инструмент для придания отшлифованным материалам необходимого внешнего вида и шероховатости с помощью ручного электроинструмента или специальных полировальных станков. За счет гибкости и эластичности они плотно прижимаются к поверхностям обрабатываемых изделий, точно повторяя их конфигурацию и тщательно полируя каждый квадратный миллиметр. Данные поролоновые полировальные диски на липучке показывают высокую износостойкость, механическую прочность и стабильность в работе. Могут использоваться в течение длительного времени. Насадка пылесборник на перфоратор. Каждый, кто хоть раз сверлил ударной дрелью или перфоратором стенку, сталкивался с пылью от сверления. А при сверлении коронкой отверстий под подрозеточник количество грязи растет в геометрической прогрессии. Чтобы вам не мешала пыль в работе, я нашел для вас пылесборник, который необходим для того, чтобы собирать абразивную пыль, образующуюся в процессе работ. Подходит на любые дрели или перфораторы, легок в установке и прост в работе. Прочная резиновая прокладка с высокой прочностью подходит для сверл диаметром от 6 до 14 миллиметров. А это еще одна очень интересная насадка на шуруповер – ножницы. Этими ножницами можно очень быстро резать листовой металл по произвольной траектории. Удобство этой насадки в том, что она может применяться на обычном аккумуляторном шуруповерте, и вы не будете привязаны к электросети. Такие ножницы способны резать лист из нержавеющей стали толщиной до 1,5 миллиметра. Такая насадка будет очень удобной кровельщикам для подгонки металлических листов друг к другу, а также жестянщикам, которые изготавливают пассанину непосредственно на самой стройке и подгоняют ее по месту монтажа, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Нередко в ходе работы с дрелью появляется необходимость в изготовлении нескольких глухих отверстий одинаковой глубины и диаметра. Например, при изготовлении стяжек минификсов или при врезке чашечных петель. При этом сверло ни в коем случае не должно пройти насквозь и показаться с обратной стороны. В противном случае деталь будет испорчена. Чтобы такого не случилось, нам поможет такая штука – стоппер. Данное устройство представляет из себя толстую шайбу, которая фиксируется на сверле с помощью винта, который закручивается, и упирается в сверло, стопорит на нем шайбу-ограничитель. Ступенчатое сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали и предназначено для получения отверстий в листовых, металлических и пластиковых материалах. Ступенчатое сверло идеально подходят для сверления отверстий в следующих материалах. Листы из черных и цветных металлов, профилей и труб, медь, латун, алюминий, из нержавеющей стали, пластмассы. Покрытые нитридом титана, они значительно увеличивают сопротивление перегреву во время сверления и срок службы сверла. Рекомендую работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей. Диаметр сверления от 3 до 13 мм. Сверло-балеринка. Данное круговое сверло предназначено для того, чтобы делать отверстия большого диаметра в дереве, фанере и гипсокартоне. Метод применения предельно прост. Вы выставляете необходимый диаметр и сверлите. Само сверло и лезвие легко снимаются, их можно заточить или вовсе заменить. Еще сверло имеет возможность регулировки и позволяет делать отверстия от 4 до 20 см в диаметре. Применяется с обычной ручной электродрелью и зажимается в стандартный патрон. А это очень интересные и необычные приспособления, которые позволяют скреплять деревянные доски креплением, которое называется косой шуруп. Для этого сначала выставляем толщину доски на специальной шкале, после чего выставляем ограничитель глубины на сверле, чтобы не просверлить насквозь, и делаем отверстие в одной из досок. После чего стыкуем со второй и в насверленное отверстие вкручиваем саморез. Так мы получаем надежное соединение. Материал изготовления устройства – металл. В комплекте идет сверло с ограничителем глубины, удлиненная бита для шуруповерта, саморезы и пластиковые заглушки. Очень удобный держатель для дрели или шуруповерта. При помощи такого недорогого держателя можно сверлить отверстие под разными углами. На нем имеется шкала, на которой можно установить нужный угол засверливания. Стойка очень легкая и подойдет для сверления отверстий там, где необходимо точное вертикальное засверливание. На стойке имеется специальное углубление для круглых заготовок. Теперь вы можете без труда просверлить свои заготовки. Стойку можно прикрутить к верстаку или прижать струбциной. Также эту стойку можно использовать как ручной фрезер по дереву для выполнения несложных работ, либо попробовать закрепить в эту стойку фрезы разных видов. В общем, для данной стойки можно найти массу применений.